Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию классический стример для щуки. Он изготавливался первый раз, мне попал на глаза, более 20 лет назад. Изготавливали его французские вязальщики. К сожалению, фамилию я уже не помню. Но я немножко ее видоизменил, оставив смысл самой мушки. Ну и немножечко под нас будем использовать наши материалы. Крючок я взял 1.0, щучий пайк. Огрузил хорошо его свинцом и сделал не зацепляечкой. Для изготовления нам понадобятся такие материалы, как немножечко меха-писа. Мех оленя с хвоста крашеный. И обыкновенная тесьма или синель, которая будет у вас. Ну и естественно голографический люрекс. Все эти материалы можно заменить. Заменить можно практически все. И изготовите эту мушку из синтетического меха. Артфюрд, то как его называют. Вот в частности у меня под руками имеется вот кусочек вот такого желто-канареечного цвета. Он бывает разного цвета. Можно приобрести в магазине на метраж. И изготавливать любые стримера. Давайте начнем изготавливать. Я взял небольшую щепоточку, но достаточно длинную, чтобы была значительно длиннее у нас самого крючка. Так как наш стример будет значительно большим. И нам желательно, чтобы его величину при проводке стабилизировал хвост крыло. Удаляем подшерсток, подравниваем и крепим. Если такого материала у вас, допустим, нет, спокойно можно заменить его на искусственный мех красного цвета. И здесь по величине нашего люрекса выберите сами, какое количество вы добавите. Я, допустим, взял три пряди плоского голографического люрекса и уложу с трех сторон нашего крыла. Если имеется у вас кристалл флеш, попробуйте, но если у вас будет мягким мех песца, он будет у нас в хвостике закручиваться. Поэтому осторожно подбирайте блестящие элементы. Если нет, пожалуйста, используйте обыкновенный новогодний плоский дождик. Уверяю вас, наша приманка быстрее будет убита зубами нашей любимой щуки, чем придет в негодность наш люрекс. Сразу, чтобы мне не мешал материал, я, как обычно, беру клей-карандаш и слегка вот так вот подхватываю все волоски, для того, чтобы мне в дальнейшем это не мешало. Вот так. Годится. Теперь берем для закрепления нашего материала, его сегментации, даже в большей степени для крепежа материала. Я буду использовать, как обычно, проволоку нехром, которая идет на спирали. 0,12, 0,25, какая у вас будет, выберите себе сами. Закрепим это все здесь же. Хорошо подхватили, промотали. Стример довольно-таки прост, но своей уловистости не потерял за такое огромное количество времени. И берем нашу, теперь, обыкновенную, вот такую синель, которую я купил тесьму, а потом ее распустил на составляющие. Если у вас имеется любая другая синель, пожалуйста, используйте. Цвет мною уже проверенный, поэтому, учитывая то, что я буду мушку вязать в таких тонах, черно-красных, классических, вы пробуйте, как вам будут удобно, разные варианты. Креплю по всей длине тела, чтобы не было провалов при наматывании у меня тела. Изготовили. Капну немножечко клея, по всей вот так вот длине, совсем немножечко. Чтобы дополнительно прихватился, прихватилась наша тесьма. Слегка подкручиваем, начинаем выполнять обмотку. Подравниваем, если в этом есть необходимость, пряди наши. Повторяю, изготавливать можно из любого даббинга, попробуйте. Но для меня это самый быстрый и уже такой проверенный вариант. Поэтому я не уже достаточно с этим стримером поэкспериментировал. Поэтому я вам предлагаю проверенный уже вариант. Доходим немножечко, вот так не доходя совсем, где закончился у нас свинец. 5-6 миллиметров, не доходим до колечка. Крепим наш материал. И остатки удаляем. Берем нашу проволочку и, учитывая то, что мы мотали от на себя, теперь от себя, начинаем хорошо, не сильно продавливая наши блестящие элементы. Просто вот так закрепляем. Повторю еще раз. Медная проволока, леска. Все, что у вас будет под руками, можно использовать. Возле колечка сделали 1-2 полных оборота. Закрепили. И остаточки я не откусываю, а вот так отламываю. Отломали. Для дальнейшего изготовления мушки, нам понадобится теперь мех нашего оленя. Значит, мы с вами крепим. Сперва выбираем. Вот у меня имеется вот такой кусочек. Я выбираю в самом начале, вот где у меня более-менее, более мягкий и не совсем такой толстый мех. Если у вас имеется в наличии значительно мягче, вот как я покупал, допустим, в наборах. Вот здесь есть еще грубее, чем тот, который у меня. Еще, еще и еще грубее. Поэтому подберите для себя, как можно мягче, чтобы был у вас кусочек меха. Но вначале мы с вами возьмем, как можно длиннее, выберем, подберем вот так мех зеленого цвета. Подбирайте это, тратьте на это время, потому что от этого зависит качество вашего стримера. Не старайтесь брать то, что вам попалось, поэтому выбирайте. Выбрали, отрезали необходимое количество. Я не выравниваю в ступке, а буду выравнивать вот так вот кончики руками. Удаляем те, которые у нас значительно короче, поломаны, под шерсток. Примеряем длину. Длина наша должна быть приблизительная или равна. Посмотрели, длина нас вполне устраивает. Подровняли также концы. И выполняем ту же самую операцию, как крепили с вами зеленый бактейл. Промазали место крепления. Промазали мех. Вот должна выйти одна, одно над другим крылышком у нас. И теперь мы окончательно хорошо подхватим, следим за тем, чтобы не повредились наши материалы, которые мы с вами крепим и не залезли с вами, друзья, на колечко. Чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз, я опять беру остатки своего люрекса, который у меня остался. И укладываю в крыло с двух сторон. Немножечко закрепили. Переломили на другую сторону. И закрепили с другой стороны. Длину потом подровняем. Можно сразу. Вот так. Этого будет нам достаточно. И теперь хорошо, хорошо с натяжечкой подхватим наш мех. Вот так. Хорошая пышность. Все нас устраивает. В завершении нам необходимо теперь сделать горлышко. Для горлышко нам необходимо также взять небольшой пучок красного меха-писца. Если в наличии, допустим, у нас нет меха-писца, можно заменить, как я уже говорил, на искусственный мех. Обозначим передние плавнички наши. Уберем подшерсток. Подровняем мех. И закрепим снизу. Подпишись вам в дом. Бальном полном 설кане. ИзмAUDIO Академия. Подпишись в него. Подпишись в見심. Подпишись в дом. Подпишись в gem Вот мы с вами закрепили у горлышка красный мех. Величины его вполне достаточно. Для того, чтобы более симпатично еще смотрелся мой стример, мне необходимо добавить немножко уже другого цвета люрекс. Вот у меня имеется вот такой близкий к темно-зеленому. Я возьму 2-3, сколько выйдет, 4 пряди. Но плоского голографического люрекса. Дабы он у нас не путался в нашем стримере. И сколько будет позволять длина нашего люрекса, столько будем укладывать сверху. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Вышла вот такая немножко незатейливая конструкция. Делаем теперь последние штрихи. Наносим немножечко клея. И теперь выбираем желтого нашего бактейла. Небольшие щепоточки, но так, чтобы они у нас были из хорошего меха. Подобрать, чтобы ось была как можно тоньше. Я их не выравниваю. Нам необходимо вымереть длину. Длина должна быть приблизительно до хвостика. Длина конца. Я прикладываю вот так по плоскости сбоку. И весь мех рассредотачиваю вдоль стримера. Равными частями. Так, чтобы он у меня закрыл бок. Вот посмотрите. Видите? Вот так. И переворачиваю. Теперь на другую сторону. Подготавливаю такую же щепоточку, как закрепил сейчас. Вымерили длину. Добавим немножко клея. И так же, слегка подхватив наш мех, я его ноготочком рассредотачиваю вдоль тела. Придерживая мех, чтобы не ушел в меня в сторону, я его окончательно подхватываю. Как вы видите, вышла вот у меня с этой стороны конструкция. И, как видно, с другой стороны. Нам остается, друзья, теперь только лишь одно. Сформировать головку и приклеить глазки. Немножечко я добавил лака. Конечно, здесь еще придется неоднократно обрабатывать. И, как вы видите, вот такой необычный. Растрепашка. Но уловистый. Готов к работе. Благодарю вас за внимание. Пишите. Спасибо за то, что смотрите. До скорых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...